У нас сегодня будет с вами такое погружение в мир дубайской недвижимости. Меня зовут Олег Торбесов. Hello. Это мои, на всякий случай, соцсети. И это наша команда. У нас сейчас работает 250 человек для того, чтобы вы могли тоже с нами вместе зарабатывать. Мы вместе неплохо продаем Москву. И у нас есть сделки по тем проектам, где вайд на коэксклюзиве. И сегодня я расскажу вам про Дубай. Это тоже для вас возможность, потому что инвесторы, покупатели, да и файл-юзеры, с которыми вы работаете, это ваши клиенты, так или иначе смотрят в эту сторону, что-то слышали, и вы можете предложить им те проекты, которые сейчас мы выгружаем в инмаркет. Итак, ну да, в Москве мы занимаем первые места у десятков застройщиков. Это наш дубайский офис. Мы открыли его в марте прошлого года. И сейчас у нас в команде работает 55 человек, 55 брокеров. Это наши результаты, которыми я горжусь. Эмар – это крупнейший застройщик всего Ближнего Востока. Мы входим в топ-5. В первом квартале мы были на седьмом месте. Сейчас уже нам вот отправили письмо, что мы за счет апрельских майских продаж вышли уже в пятерку. Вот, дамаг. Мы в топ-20, но они раз в год подводят итоги, не по кварталам. Вот, поэтому я думаю, мы уже и в десятке, может, это важно, потому что это крупнейшие застройщики Дубая. И нам с ними придется работать. И вам тоже. Ну, что могу сказать про Дубай? Ну, и вообще про саму страну. Арабский Эмират – это страна, которая умеет мечтать. И сейчас мы с вами, погружаясь в этот мир увлекательный, Ну, я сначала про страну расскажу, потом про саму недвижимость. Конечно же, вы поймете, почему я сделал такой заголовок, открывающий для своей презентации. Но Эмираты – это страна, там семь Эмиратов, да, и Абу-Даби – это столица, главный Эмират. А Дубай – это город, да, и Эмират, который является самым популярным, самым населенным, да, по сравнению с Абу-Даби. Вот, хотя Абу-Даби тоже интересный рынок, мы там тоже делаем сделки. Вот, ну, сегодня у нас про Дубай история. Та-да! И здесь мы с этой фотографией, это фотография с отеля Fife. Мы, кстати, здесь тоже пару номеров продали, но он уже давно распродан, то есть там только вторичка есть. Мы видим внизу West Beach, Дубай-Марину и колесо Эйн-Дубай и остров Blue Water справа. Колесо Дубай-Ай – самое высокое, Эйн-Дубай – самое высокое в мире, 250 метров. Оно сильно выше, чем колесо номер два и в два раза больше, чем колесо номер три. Дубай любит слово «самый». У них все самое-самое, мы еще с вами это сегодня разберем. Это два важных для Дубая человека. Шейх Мухаммед слева правящий, шейх Дубая, и его сын Хамдан – наследный принц. Соответственно, шейх Мухаммед ибн Рашид Аль-Мактум – мега интересный правитель. Он написал несколько книг, я две из них уже прочитал, и проникся Дубаем еще больше. Когда жил там, как раз очень круто было вечером на закате читать про то, как создавался этот невероятный город, который буквально за 40 лет превратился, ну и стал самым большим достижением человеческой инженерной мысли. Я сейчас вам покажу кучу фотографий. Хамдан – это молодой принц, ему еще нет 40, ему 30, по-моему, 7. И он ведет свой инстаграм, там 14 миллионов подписчиков, можете подписаться, фаст 3. И он, конечно, очень крутой с точки зрения того, что он станет следующим шейхом Дубая. Учился в Англии. И я прям спокоен за будущее Дубая. Между прочим, семья Аль-Мактум правит Дубаем с 1833 года. Представляете, с 1833. То есть скоро будет 200 лет, как и его династия, вот эта семейная династия, из поколения к поколению, от брата к брату, от отца к сыну передает власть. Это безумно круто, потому что создает очень высокую добро от того, что ты делаешь. То есть ты понимаешь, что ты эту страну оставишь своему сыну, и ты не хочешь делать что-то тяп-ляп, сикость-накость, значит, тень на плетень и прочие словечки. Да. У кого нету звука, там включите его просто. Да. 350 солнечных дней в Дубае. Сейчас идет ультра-хард режим июнь-июль, видите, 35-37. Средняя температура. Только что зашел, посмотрел в Дубае 37 сейчас. Вот. Я, кстати, добавил слайды про минусы Дубая. И сегодня мы про них тоже поговорим. Но то, что там всегда хорошая погода. Вот мы были там полгода, и там был 4 дня дождь. Все остальное время было солнечно. Солнце напрямую влияет на уровень счастья. Чем больше солнечных дней, тем более счастливы люди. Дубай, кстати, они вполне себе счастливы. Но из-за этого чуть-чуть ленивые. Так же, как и в Испании и во всех жарких странах. Но мы про это тоже поговорим. Население Дубая сейчас 3,5 миллиона. Вот в 2020 году было 3,4 миллиона. Сейчас уже 3,5 миллиона с чем-то. И 5 миллионов – это таргет к 2025 году. Но сейчас я видел, что его перенесли на 30-е из-за пандемии. Соответственно, 2 года выпали из активной деловой жизни. И интересно, что вот из этих 3,5 миллионов местных жителей только 12%. 88% – это экспаты. Это люди, которые приехали туда и находятся там по резидентской визе. То есть у них нет паспорта. Хотя вот Павел Дуров недавно получил арабский паспорт. И арабы раньше вообще никогда паспорта не давали. А сейчас стали потихонечку самым сильным и крутым людям выдавать. Они так выдали SEO. Nike, SEO, Sony. Там, по-моему, Цукенбергу хотят выдать или выдали уже. А вот Дурову дали. Но все остальные там живут по резидентской визе. 88% – это экспаты из разных стран. Много из Индии, Пакистана. Но на секундочку, население Пакистана, которое рядом с Дубаем, находится 220 миллионов человек. Это больше, чем Россия. В России 140 миллионов. Бангладеш – население 165 миллионов. Индия – миллиард 400 из Индии. И лететь сейчас в Дубай меньше, чем из Москвы в Сочи. Ну, в целом, кстати, сейчас из Москвы в Дубай примерно столько же лететь, сколько и в Сочи. Потому что там кучу всего мы облетаем. В Сочи летели почти 4 часа. В Дубай лететь 4,50. Вот, поэтому, конечно, он очень круто и удобно расположен. И сейчас из-за того, что Дубай еще и туристическая мека, он входит в пятерку самых посещаемых городов мира. Находится он на четвертом месте. Но это данный мастер-карт до пандемии. Да, до пандемии. Потому что, конечно, пандемии сейчас еще все потоки не восстановились. И нечестно брать там 20-й год, 21-й, да, и рассматривать их. Потому что там половина мира были на холде. Но вот до пандемии, когда все было хорошо, Дубай входил в пятерку самых посещаемых городов мира. И интересно, что он находится в центре вообще всей карты мировой. И, ну, вот, вы реально карту откройте и увидите, что он прямо в центре находится. Слева гигантский материк Африка. Сверху Европа. Справа Индия. Сверху Россия. Значит, и вокруг еще куча других арабских стран. И вот треть всех людей в мире живет на расстоянии 4 часов лета от Дубая. Представляете, какая красота. Поток туристов в Дубае. Тоже интересная вещь, потому что для инвесторов, для покупателей это важный поток. Он составляет сейчас, вот в 22-м году, я думаю, что будет где-то 14 миллионов снова. Потому что за первый квартал приехало там куча, ну, там 4,5 миллиона. И обычно в последний квартал тоже очень много приезжает, летом чуть меньше. Но вот на экспо в 2020 году в Дубае ждали 20 миллионов посетителей. А приехало только 5,5, потому что была пандемия. Но экспо перенесли на 22-й год. И вот оно открылось в ноябре. И ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Оно работало, да, полгода. И это дало очень много туристов и людей, которые впервые приехали попробовать Дубай. И влюбились, остались, купили недвижимость. Поэтому дубайский рынок, он очень активно растет. В среднем за прошлый год рост составил от 24 до 30 процентов, смотря в чем смотреть. В объеме сделок, в ценах, в объеме предложений, которое выбывало с рынка. Ну, то есть в среднем 24-27 процентов, 30 по элитному сегменту. Там он больше всего рост. Но в этом году снова будет турпоток. Так что одновременно в Дубае примерно 4 миллиона туристов находятся еще. То есть население 3,5 миллиона и 4 миллиона туристов в сезон. Это получается всего в городе 7 миллионов. Причем, что он меньше по площади, чем Москва. Ну, понятно, что он высотный и очень плотный. Кто же приезжает в Дубай? 22 процента это европейцы. Тут, кстати, интересно, напишите, как вы думаете, сколько процентов из СНГ людей среди посетителей, туристов? Весомая ли это часть или не очень? Вот. Ну, просто вот попробуем с вами угадать. 22 процента это европейцы. Франция, Береги, Швеция, Нидерланды, Великобритания. Кстати, бритозы сейчас больше всего и покупают недвижимости. Самые дорогие лоты, самые дорогие проекты берут именно европейцы. Особенно в последнее время, когда нестабильность появилась в Европе и какие-то вот эти военные ветры подули в их сторону. Они думают, мало ли что будет, какая заварушка. На всякий случай решили на берегу Персидского залива, там в пустыне, куда точно никто не будет особо метиться. Там все хорошо, значит, взять себе штабик и резервную резиденцию. Вот. И они, кстати, там много времени проводят, многие европейцы вообще туда приезжают жить. Потому что там сильно меньше налоги, просто в 25 раз меньше налоги, чем в Европе примерно. Дубая. Ну, не в 25, но в 5. 18 процентов это Южная Азия, ну, понятно, Индия, Непал, Пакистан. И вот 15 процентов это СНГ. Я вижу ваши версии, много было правильно, да. 15 процентов это Россия и СНГ. Русскими здесь называют и казахов, и украинцев, и белорусов, и молдаван, и армян, и всех, кто говорит по-русски, называют русскими. Потом есть, конечно же, здесь и местные арабские посетители, Ближний Восток, арабские страны, Африка, Америка, Китай. Китайцев пока что мало, но их будет сильно больше. Потому что просто они сейчас все заперты опять в своих очередных обезьянно-осповых карантинах. Или там какая у них, какой штамп там идет. Но китайцы Дубай, в принципе, жалуют. И у них там есть, конечно, Гонконг и Сингапур рядышком под боком. Которые тоже топ города и примерно такие же, да, тигры, быстро развивающиеся, растущие финансовые центры, деловые центры. Они похожи чем-то на Дубай. Просто Дубай, там больше пляжей и так далее. В Сингапуре может быть более густая зелень. Но есть свои плюсы и минусы, мы про это еще поговорим. Да, 200 национальностей живет в Дубае. Каждый из национальностей привозит с собой свою кухню. И вот сейчас в Дубае 20 тысяч ресторанов и кафе. Представляете, это больше, чем в Москве. И 100 новых заведений открывается каждый месяц. В Москве на секундочку 120 ресторанов в год открываются. А здесь каждый месяц. То есть в Дубае очень большая активность в этом плане. Куча сетей мировых, известных, топовых. Будда Бар, Зума, Сред и так далее, Нобу. Вот, кстати, один из этих ресторанов, им владеет русский предприниматель. Угадайте, каким? В Дубае. Они же, кстати, в Москве его планируют открывать. Вот это 6 крупных мировых сетей. И у одного из них в Дубае владелец полностью русскоговорящий. Ну, окей, правильный ответ от Чиприани, да. Это Александра Орлова ресторан. У него же есть ресторан «Шанхай Ми». Также там свой ресторан имеет Антон Бинер. Вот «Березка» у них, главное, в топоте место. Также Васильчук Алексей открыл сейчас «Бельканто». Вот такой итальянский ресторан в Дубае опере. Мы с Зайковым, с Борисом общались. Они сейчас сразу 5 ресторанов открывают в Дубае. Рестораторы очень хорошо чувствуют, где есть деньги, где есть хорошие, качественные, крутые посетители. И поэтому Новиков, Васильчук, Зайков, все московские рестораторы сейчас будут делать свой проект в Дубае. Шоппинг. Следующая важная история – это шоппинг. Вот перед вами фотография Дубай-мола. И Дубай находится на первом месте в мире по объему денег, который тратит турист. 31 миллиард долларов они потратили в магазинах, ресторанах Дубая. И по объему ритейла это первое место в мире среди всех городов по версии Mastercard Global Destination City Index. Это большой исследовательский хаб мастер-карта, который агрегирует данные и смотрит, кто где сколько тратит. Ну и, конечно же, вот я сделал фотографии в Дубае-моле, например, один из самых больших торговых центров Ближнего Востока. Сейчас еще два строятся, которые больше будут. Мейдан, Мол и еще один Крик. Шанель, Роликс, Кортье. Везде очереди стоят в магазинах. И сейчас русские там тоже активно приезжают на шоппинг, когда многие бренды ушли из России, там по-прежнему все работает. Ну и русским продают. А вот этот фейк, то, что там сумочку Шанель не продавали, это был вброс. Конечно же, Дубай имеет идеальные дороги. Я думаю, что многие люди, они впервые в жизни попробовали свою суперкар, Феррари или Ламборгини именно в Дубае. Ну и автопарк полиции Дубая тоже внушает уважение. Это и Бугатти, и Ламбо, и Феры. Но это такая туристическая полиция, она чуть-чуть, может быть, даже маркетинговая. То есть они вызывают желание сфоткать. Часто ли вы хотите сфоткать полицейских там в каком-то позитивном контексте из уважения. Там, кстати, очень позитивная полиция в целом. Да, и в Дубае 100 видов развлечений, это страна развлечений. Я вижу вот вопрос, Александр, негодует, будет ли про недвижимость? Нет, Александр, ни одного слова про недвижимость не будет. Да, конечно, блин, дайте мне немножко рассказать про страну, про город. Это же важно. У нас лекции на две части делятся. Пол лекции, полчаса про город, полчаса про любимые ваши объектики, payment-планы, застройщиков и так далее. Я вот собрал такой слайд. Здесь 100 картинок, это то, что можно поделать в Дубае. Тут куча разных развлечений. И здесь есть и лувр, и разные путешествия в пустыню, и куча водных активностей, и разные музеи, и классные локации, куча спорта, разных развлечений. И вот этот слайд я делал просто пять часов. Чтобы вы понимали одну вот эту картинку. Пять часов я собирал. Да, ну в Дубае действительно есть что поделать. Это главная столица развлечений. Здесь и феррари-парки, и куча разных аквапарков, и лошади, и все виды разных сафари. В общем, все, что хочешь. Можешь даже в зорби поиграть в футбол. Дальше. Про налоги. В Дубае 0% налоги на прибыль, на дивиденды, на зарплаты и на прирост капитала. Это суперважные вещи, которые определяют успех Дубая. Нельзя сказать, что в Дубае вообще нет налогов. Во-первых, каждый вид бизнеса ты должен лицензировать. То есть ты платишь, грубо говоря, вот я агентство открывал, а у меня там, исходя из количества сотрудников, каждый год мы платим лицензию. А если ты хочешь открыть салон красоты, вебершоп, фабрику, завод, любой вид бизнеса лицензируется и выставляется ежегодная сумма, которую ты платишь. На лицензию в Дубае зарабатывают хорошие деньги. Первое. Второе. За каждого сотрудника, которого ты устраиваешь к себе на работу, ты делаешь рабочую визу, потому что ты же не берешь местных арабов, и поэтому ты берешь всегда экспатов, а это значит, что ему нужно получить разрешение на работу, миграционные, все сборы, страховые и так далее. И это в сумме стоит 2000 долларов на человека. Неважно, какая у него зарплата будет, нет зарплатных налогов, да. Но ты платишь государству примерно 2000 долларов. Она бывает на год, выдается, бывает на два. То есть повезет, если на два года можно выдать на этот вид деятельности визу, тогда ты получается 2000 долларов заплатишь раз в два года, но потом за продление тебе все равно надо будет платить деньги. И получается, что офис менеджера берешь, и 2000 долларов должен заплатить все равно за него. А если ты его через месяц уволишь, деньги тебе никто не вернет. НДС 5% составляет. Для определенных видов бизнеса, если ты работаешь на Майнленд, вот у нас есть НДС 5%, как у агентства недвижимости. И налог на недвижимость 4%, он берется при сделке. То есть когда человек покупает квартиру, он отдельным платежом всегда платит в DLD, это Dubai Land Department, это а-ля Росреестр, или Росимущество, как у нас. И получается, сразу он платит 4% за регистрацию сделки, потом никаких налогов на недвижимость у него нет. И вот новый налог, который хотят ввести, это налог на прибыль 9%, его со следующего года должны ввести. И уже в 2024 году за 2023 будут в первый раз платить компании налоги. Но он будет тоже не для всех компаний, Эмираты очень гибкие в этом плане. И, допустим, те, кто работает в фризонах, они не будут платить налог на прибыль, и они не платят НДС. Немножко расскажу про ВВП Дубая, про экономику. Как вы думаете, какой процент в ВВП Дубая составляют доходы от нефти и природных ресурсов, от продажи газа и нефти? 5, 3, 2, 10, 30, 8, 90. Просто Виктор Задворный написал 90, 50. Окей, давайте поиграем в эту игру. Правильный ответ 1,8% добычи ресурсов. Дубай 10 лет шел к тому, чтобы полностью отказаться от нефтяных доходов. В Абудаве по-прежнему нефтяные доходы составляют 30% в ВВП, а в Дубае 2%. И Дубай, ну не больше двух, Дубай диверсифицировался и 10 лет шел в день нефтизации, да, то есть отказ от нефти и замещение экономики, выздоровление ее другими источниками. Давайте посмотрим, что здесь есть у нас. 26% это торговля, ритейл, да. Я вот сейчас возьму карандашик, чтобы здесь рисовать. 26% это ритейл. Вы помните, что я писал, что дубайские туристы потратили 31 миллиард долларов, так вот, это значит, что весь ВВП Дубая 120 миллиардов. ВВП, кстати, Эмиратов 400 миллиардов. То есть Дубай составляет 20%, сколько там, ну 25% всего ВВП из 7 Эмиратов. Финансовый сектор, мы сейчас про финансовый сектор поговорим, Дубайский финансовый центр, он один из самых мощных в мире. В 20-ку входит производство, там очень много производства, индустриальных парков и так далее. Логистика и хранение, два больших порта, два больших аэропорта, аэропорт Аль Мактум, вообще самый большой в мире будет, аэропорт DXB, Dubai International Airport, он сейчас входит тоже в тройку самых загруженных и популярных аэропортов в мире. Там куча логистики. То есть сейчас представляете, что происходит? Вот компании, которые товары в Россию поставляли, они сейчас не могут в Россию напрямую отгружать. Они все поехали в Дубай. Тысячи компаний сейчас открываются в Дубай, перевозят топ-менеджеров, набирают персонал, логистов, кладовщиков разных, и белые воротнички и голубые, чтобы закупать все на Дубай и из Дубая везти уже, там пошлины минимальные, из Дубая везти в Россию. И на Дубай нету лимитов на отгрузку, потому что кто-то говорит, ну вот, можно же там поехать в Казахстан. А тоже производители не глупы. И Казахстан, если в 10 раз вдруг увеличил объемы закупок, то они начинают квоты выставлять. А на Дубай нет квот, потому что это глобальный хаб. 8% это недвижимость, 6, ну 7% это construction, строительство, и вот туризм, да, 3,7%. Ну там есть еще научная деятельность и так далее. Вот из чего состоит ВВП Дубай. Очень важную часть экономики составляют фризоны, это такие кварталы, кластеры. Вот основные фризоны Дубая, их здесь 24. Да, но их чуть больше в реальности, но это вот самые основные. Смотрите, что здесь есть. Фризона это такой район, прям квартал, физический квартал в городе, где компании получают либо более лайтовые условия, может быть, где-то визы подешевле, они не платят НДС, зачастую, если их в деятельности это позволяет. Например, IT-компания не платит НДС. Или ты, если занимаешься внешней торговлей, ты тоже НДС не плачешь. Так вот, фишка в том, что эти все кластеры носят специализацию. Ну, например, DFC, финансовый центр, да. Здесь работают банки, инвест-компании, интернет-сети, здесь IT-компании работают. Ну, то есть вы, если прогуляетесь по интернет-сети, вы увидите офис Google, Facebook, Microsoft, Sony, Oracle, IBM, там же будет Cisco, там же будет Samsung, там же будет Visa, MasterCard. Все IT-компании, десятки, сотни IT-компаний прямо гигантскими зданиями, кластерами, тусят в Дубае. И, ну, это, конечно, очень приятно чувствовать, что ты являешься частью глобальной экономики. На Луч-парк там находятся вузы, продакшн-сети производства, хелл-скейр-сети клиники, студио-сити там контент снимает, индастриал-сети производства, а продакшн-сити это реклама, маркетинг. Медиа-сити там работает офис Телеграма, разные компании, телеканалы, например, Thomson Reuters, Associated Press, книга рекордов Гиннесса, BBC, CNN там сидят, Science Park, там разные фармы, ученые, лаборатории, например, Pfizer, Bayer, там штаб-квартира, Design District, это дизайнеры, ну и так далее, да, вот это четыре логистические призоны. Вот это Multimedia, DMCC, это Multicomodities Center, Silicon Oasis там микроэлектронику делают, Golden Diamond Park, ювелирку, International, гуманитарный центр, District 2020, это будут проекты, связанные с экологией, на месте экспо открыли. Вот такая вот история. Вот, например, как выглядит, просто я покажу пару фризон, вот как выглядит DFC, например, это я фотки делал на свой телефон, то есть это прямо отдельный большой район физический, и там работает британское право, то есть, например, если ты хочешь открыть компанию в DFC финансовую, да, ты банк, там все банки мира, то есть там Морган Стэмли, JP Morgan, Goldman Sachs, Lloyds, Barclays, всякие Chase, китайские банки, гонконгские, брунейские, сингапурские, только российских там нет. Вот, и финансовый центр Дубая, кстати, вот на 18-м месте в мире сейчас находится, но самое интересное, что вот из всех этих центров, Нью-Йорку там 200 лет, Лондону там 500 лет, ну вот именно финансовым центром, да, там Гонконгу и Сингапуру тоже дофига, но вот Сингапур достаточно молодой, но ему тоже там уже под 70. Дубайскому финансовому центру, я сейчас вам покажу картинку, вы офигеете, сколько лет. Ему еще нет 40, да, 40 лет назад там была пустыня. В Дубае открылись из списка Fortune 500, крупнейшей компанией, открылось 138 компаний уже своей представительности, представляете, в список Fortune 500 входит компания из 38 стран, это крупнейшая компания в мире, да, по объему выручки. И 138, то есть это треть всех мировых компаний уже есть в Дубае. Вот Шейх Зайт Роуд, главная улица Дубая в 81-м году, это 40 лет назад. Та-дам! Посмотрите на это здание, я поднял коптер и в декабре 21-го года сделал вот эту фотографию. Вот это здание спустя 40 лет. Как за 40 лет изменился ваш город, как за 40 лет изменился Дубай. Просто в пустыне из ничего построили вот такой вот мегаполис. Вижу ваши редкие лайки, очень приятно. Да, вот еще одна фотография, вот это как раз DFC, вот это Future District, а вот это вот, начиная от музея будущего, вот сюда вот идет финансовый, да, все, все, увидел, спасибо, спасибо. Вот это вот идет финансовый центр, дальше там идет вот это Future District, вот так вот он идет, World Trade Center. Давайте дальше. Важный курс национальной валюты. Это курс рубля к доллару, а это курс дирхама к доллару. Курс дирхама к доллару 20 лет стабилен, он зафиксирован, и 20 лет он не меняется. Это значит, что вся доходность с недвижимостью, о которой я буду говорить сейчас, прямо уже, она вся идет в долларе. То есть это спокойная такая, то есть дирхам не волатильен, в отличие от турецкой лиры, которую мотает еще по хрящей рубля. Уровень инфляции за последние 5 лет, вот это инфляция США, 21 год, 22, там будет больше 8%, это Россия, больше 10 будет, было 8,4 официально по данным Росстата, это Эмират, 2% инфляция, на этот год планируется 2,5%, то есть рынок очень спокойный, стабильный, а вы видите, что в 19-м и 20-м году вообще была диафляция, то есть дирхам укреплялся. И на миллион дирхам ты мог купить больше, то есть цены корректировались, да, и в том числе на недвижимость тоже, то есть там была небольшая коррекция. Музей будущего, это вот немножко про будущее, и переходим к недвижке. Я вот сделал эти фотки, и в Дубае входит по версии Financial Times список лучших городов мира с точки зрения инноваций, технологий и взгляда в будущее. У них есть целый фьючер-дистрикт, штаб-квартира которого напечатана на 3D-принтере, фонд Дубая, фонд будущего Дубая, миллиард дирхам туда, шейх Мухаммед загрузил, и он инвестирует в разные проекты. У них есть акселератор, есть разные департаменты по воспитанию программистов, центр подготовки к 4-й индустриальной революции, лаборатории разные. Вот как выглядит, допустим, Area 271, вот эта локация, где находятся всякие стартапы, связанные с будущим. Вот фьючер-акселератор фотографии, вот лаборатории для стартапов, чтобы они делали прототипы, вот детский садик будущего, там же работает на первом этаже, я там видел его. Шейх Мухаммед делает самые большие инфраструктурные проекты для чистой энергетики, вот они строят Solar Park 44 гектара. Это самая большая солнечная электростанция в мире, вот это рендер, а вот это фотографии. Смотрите, вот это, допустим, гелиевая электростанция, 70 тысяч зеркал, направляются на столб, который нагревается от солнца и выделяет электричество. А вот это уже построены очереди солнечных панелей. Будет порядка, сейчас я выберу цвет, вот так, о, вот так хорошо. Да, может чуть поменьше. Там будет площадь мощности 6 гигаватт. Это как самый мощный атомный реактор. Сейчас уже, кстати, 3% электричества Дубая генерится уже запущенными очередями электростанции Solar Park, это один из мега-проектов Дубая, который касается построения Hyperloop между Эмиратами Абу-Даби и Дубай. Ну, то есть столицу соединяют с Дубаем. За 12 минут будет поезд проезжать тысячу километров. То есть там у него скорость 700 или 800 километров в час будет. Но они уже тестируют его, не знаю, запустят или нет. В итоге это частный проект. Но DP World, это государственный департамент транспорта, а-ля нашего РЖД, он, в общем, инвестирует в эту историю. Я собрал для вас минусы Дубая. Некоторые. Вот они. Экстремально жаркое лето. Я сейчас делал опрос как раз в Телеграме для того, чтобы собрать минусы основные. Экстремально жаркое лето. То, что там сейчас летом плюс 40 будет. Те, кто, конечно, побогаче и могут позволить себе, они летом уезжают из Дубая. Либо в Европу, либо в Турцию, либо в Турции, конечно, зимой холодно и не покупаешься. В Дубае самый идеальный как раз период. Начинается с октября и заканчивается апрелем. А вот май, июнь, июль, август и сентябрь. Там очень жарко. Песчаные бури бывают действительно иен. Ну, они короткий сезон. Летом, в основном, когда ветра начинаются. Зимой вот ни одной песчаной бури я не видел. Не очень удобная пешеходная инфраструктура. Она развивается. Но из-за того, как город быстро очень построился, за 40 лет вы видели, да. Он, конечно, где-то районы между собой не связаны. И если ты на Дубае-море не можешь погулять пешочком, то там перейти, допустим, в соседний район. Бывает не так легко. Там большие дороги, развязки и так далее. А так уж, если уехать куда-то в отдаленный кластер, ты там вообще без машины не очень хорошо. Я себя чувствую, что это такая вот особенность Дубая. Восточная медлительность и достаточно высокий уровень бюрократии. Действительно, карточкой будет делаться 5 дней в банке. Да, у нас, если тебе за день делают, или сразу же, то там 5 дней. Счет там открывают 2-3 недели. Многие вещи делаются долго. На счет компании ты можешь открывать 2 месяца. Они, очень много праздников у них. Рамадан, месяц они отдыхают, потом не работают 10 дней. 10 дней посреди года просто не работают. Строгие законы. То есть, если там, допустим, на кого-то руку поднимешь. И нельзя сказать, что это минус, прямо минус. То есть, если ты скажешь кому-то матом, или покажешь факт, или поднимешь на кого-то руку, тебя реально могут на 2 месяца посадить там в СИЗО. Конечно, там СИЗО очень, ну не СИЗО, а этот временный изолятор. Там они, конечно, комфортные. Ты можешь заказывать KFC-доставку, играть на PlayStation. Там будет тренажерный зал, чуть ли не бассейн. То есть, это не тюрьма в классическом ее исполнении. Но это, с одной стороны, если ты в адеквате, ты себя будешь чувствовать очень комфортно. Там не хватает парков еще пока, что зелени, ну ее все больше и больше. Но все равно жалуются люди, что хотелось бы еще больше, как в Турции хотим. Или как на Бали, как в Таиланде, чтобы тропики были в пустыне. Давайте. Ну окей, если вы готовы за это платить, все за ваш счет. Приезжайте в Аль-Бараре, вот я вас телепортирую в Аль-Бараре, это район такой, с закрытыми глазами. Открой глаза и скажу, угадай где ты. И ты скажешь, я на Бали или в Таиланде. Потому что там супер густая зелень, но за это нужно платить, там очень дорогая недвижимость. Или я вас телепортирую в Анантаро, допустим, на Пальме, в отель. Ты будешь идти, говорить, о, нифига себе, мы в Таиланде сейчас. Да, конечно, в Таиланде. Ты в Дубае родной. Просто не везде парки еще сделали. Кто-то говорит, что минусом является то, что в Дубае нет истории, нет исторических площадей. Все новое, чуть-чуть искусственное. Где-то архитектура двухтысячных и девяностых, она устаревает, выглядит стеклянно и так далее. Ну да, у Дубая нет исторических площадей, храмов 14-15 века, потому что там была пустыня. Дубай за 40 лет отстроился. Вы видели, что там 40 лет назад была пустыня. Ну и цены. Это, конечно, вопрос, что Дубай город не для бедненьких. Таких вот, ну кто на последний приехал, там, конечно, таким тяжело, потому что дорогая медицина. Там нет бесплатной медицины, нет бесплатного образования вообще. Школы стоят 20 тысяч долларов хорошие. Медицина за прием врача 100-150-200 долларов. То есть Дубай город для тех, у кого есть деньги. Поэтому туда стекаются самые богатые люди, в том числе и мошенники тоже. То есть их там немало, всяких интересных жуликов и так далее. Но они там живут на хорошую ногу. Но если они нарушат дубаевские законы, их не трогают, пока они там ничего не нарушают. При этом Дубай криптофрендли. Они скоро, я думаю, в ближайшие 5 лет уже сделают банки, можно будет криптосчета открывать. Но вот у них есть мастер-план на 40 лет и на 100 лет. Вот короткий план, то, что будет в 4 раза больше пляжей к 40-му году, в 2 раза больше парков. Дубай реально становится все зеленее и зеленее. Ты думаешь, офигеть, какие же они крутые. Ты представляешь, ты газоны должен круглосуточно поливать, чтобы они не выгорели. Вот, они просто прям реально на песке такие азисы разбивают. Школы, поликлиники, все будет расти. Теперь про недвижку. 72 тысячи сделок было за прошлый год, 52 тысячи покупателей. То есть мы понимаем, что каждый второй покупатель покупал больше, чем один объект. Каждый третий. 70% покупателей иностранцы. Это важная деталь, потому что только 30% это местные, да, вот эти арабы богатые, да, шейхи и так далее. А 70% это иностранцы, покупатели, экспаты. И поэтому для них недоступна ипотека. Ведь тебе нужно подтверждать доход. Ну да, если ты работаешь по найму в Дубае, у тебя есть 7-10 месяцев зарплаты на карточку, ты можешь справку сделать, выписку со счета, то и у тебя есть оплата за коммунальные платежи, то тебе дадут ипотеку, она в среднем 2,5-3%. Но если ты просто вот издалека хочешь из России купить, у тебя нет ни местной резидентской карты, ни каких зарплат там на счета, то, конечно, тебе ипотека недоступна и Дубай город рассрочен. Средний чек 540 тысяч долларов, но можно купить и за 200 тысяч долларов. Ну вот в среднем получается по рынку по всему примерно полмиллиона долларов. Вот я нанес все объекты, которые мы сейчас продаем на карту, и вы видите интересную пластеризацию Дубая. Вот эта зона, видите, здесь вообще ничего не строится, практически ничего нет, только вот несколько проектов вот здесь вот и вот здесь. Это фрихолд, это, вернее, лесхолд зона, здесь живут местные арабы на малоэтажных виллах, район Джумейра. И здесь, ну, практически ничего нет. Все, что строится, оно либо на насыпной территории, как, например, вот здесь вот в этих проектах, Порт-де-Ла-Мэр и рядом с парком. Даунтаун, отдельный большой кластер, сейчас чуть потоньше сделаю, и Дубай-Марина-Пальма. И вот здесь вот этот кластер, это как загородка считается, то есть вторая, третья линия от моря, там строят гигантские поселки на тысячу вилл, на две тысячи вилл, на три тысячи вилл. Но это тоже прикольно, потому что там либо гульф-поле будет, либо гигантская лагуна, либо какой-то парк большой. Вот, то есть в этом тоже есть свой вайп. Это те, кто любит жить спокойно, в тишине, просто в своем каком-то маленьком мире. Вот основные застройщики Дубая, причем размер карточек равен их влиянию на рынок. Здесь 10 основных. Самый крупный это Эмар, это госкомпания, 50% принадлежит государству. Дамак это крупнейший частный застройщик. Нахил Мирас и Дубай Пропертис, это госкомпании, ну то есть это все государственные девелоперы, вот это все частные. Ну, Дистрикт Ван сейчас на Нахил вошел, Шоба частный, девелоперы, Азизис или другая группа, у меня тоже частный. Мы все из них продаем, везде у нас есть сделки, классные результаты. Вот средняя цена, видите, что Дубай живет циклами. То есть рынок, он цикличен, и у него есть некая своя динамика. То есть он имеет свои пики, потом коррекцию, пик, коррекция. То есть это цикл примерно 8-летний. И вот сейчас Дубай движется активно к новому такому интересному моменту, когда либо типа он пойдет вниз, да, и снова будет коррекция, либо он установит новую планку и пойдет дальше, как Сингапур. Вот я думаю, что произойдет вот этот сценарий, потому что качество города становится все круче и круче, он все более востребован, туда все больше и больше людей переезжает. Ну просто там даже с момента там вот 24 февраля уже десятки тысяч русских компаний подали на регистрацию, ну там тысячи русских и десятки тысяч вообще компаний подали на регистрацию, открытие в Дубай, вместе с ними будут приезжать топ-менеджеры, будут привозить сотрудников, персонал, они все будут потреблять недвижимость, им нужны квартиры. У нас есть запрос, например, крупная компания российская, они говорят, нам нужно 150 квартир в одном доме. Блин, мы даже не знаем, как это выполнить. Они говорят, мы готовы либо арендовать, либо купить это, им надо целое здание покупать. Ну то есть целый корпус гигантского там проекта, да. Давайте дальше. Окей. Какие основные причины покупки? Жить и передать по наследству, это сохранение капитала, структурирование наследства. У состоятельных людей есть такие задачи, как передать капитал. Если ты все закинул в биткоины и умер, ты идиот, твой ребенок не получит ничего. Если ты оставил ему акции, они могут прогореть, могут схлопнуться, волатильность высокая. У недвижимости есть одно супер свойство. В ней очень тяжело уйти в минус, если ты не конченый. То есть если ты более-менее адекватно зашел в рынок, в хорошие проекты, и то есть в самом негативном сценарии ты выйдешь, ну там потеряв на комиссии, на налоге там 4-5 процентов. Это самый негативный сценарий. Но в 95 процентах случаев реализуется сценарий, что инвесторы зарабатывают. Какие же есть две доходности? Первая – это доходность от сдачи в аренду или rental yield, да, такая рентная прибыль. Примерно 5-8 процентов чистыми в Дубае. Есть проект прямо сейчас, вы можете своим инвесторам его предлагать. 200, 400, 600 и 800 тысяч долларов туда вход. Такие 4 есть цифры. От 200 до 800 тысяч. Ну можно и больше, и у нас и на 2 миллиона покупают долларов. Там гарантированная доходность на 10 лет по контракту 7% годовых. Причем, что это построенный объект, ты сразу получаешь собственность, ты сразу можешь оформить резидентскую карту, Residence ID, и при этом у тебя будет ежегодно 7% гарантированных, а потом уже девелопер отпускает доходность на управляющую компанию. И она может быть и 7,5, и 7,2, может быть 6, и 6,5. Ну и... Либо ты можешь вообще... Суперконсервативные инвесторы, но это в доллары. То есть это долларовая доходность. В России вы в рубле заработаете меньше, чем в долларе в Дубае. Причем, что это гарантированно, то есть тебе не надо париться, и это чистыми за минусом всех выплат, всех комиссий, всех сервисных платежей, содержаний и так далее. То есть это чистый доход на то, что ты будешь получать на карту. Перепродать и заработать и спекулятивные сделки, это вот еще один основной продукт, помимо lifestyle-сделок. Мы, допустим, продали самый высокий пит-хаус в мире в Бурж-Халифе за 20 миллионов долларов. Понятно, что это не инвестиционная сделка, человек покупал как final user. Продали виллу за 10 миллионов долларов, за 5 миллионов и так далее. То есть у нас много покупают готовую недвижимость, чтобы жить там. Они там ставят сейф, снимают доллары, кладут доллары в сейф, привозят бриллианты, украшения из России, картины, коллекции ювелирные из Европы. И все это различает у себя на виллах, в особняках. Дубай достаточно безопасно, там практически не грабят дома, ну потому что так выстроена система безопасности, там везде, весь город цифрован, везде нейронные сети, камеры, все под камерами. То есть там очень тяжело, незаметно что-то сделать. Это плюс. Ну такая безопасность. Дубай входит в стройку самых, Эмираты входят в стройку самых безопасных стран мира. И вот доходность от сдачи в аренду, я сказал, 5,8 чистыми, от перепродажи от 15 до 50. Ну вот расскажу свой кейс. Да. Я купил сейчас квартиру в Дубай Марине, я сейчас себе покажу этот проект. Я купил ее за 550 тысяч долларов, это 1,8 млн. дирхам. Рассрочка там такая, что я должен заплатить на входе в сделку 20%, потом через полгода еще 10%, после 30% ты можешь делать переуступку уже. И получается, что я сейчас заплатил 100 тысяч долларов, и квартира моя подорожала уже на 150 тысяч долларов за 3 месяца. То есть если я сейчас ее перепродам, у меня получится 100, 120 годовых, я заплачу брокеру комиссию, еще DLD есть 4%, и получится условно 100% за 3 месяца. Если это перевести в годовые, это может быть и 400%, но, конечно, мы такие цифры, я еще выход не сделал, еще не выставил на ресейл. Но все квартиры в моем стояке уже проданы, застройщик последнюю квартиру продал за 2,6 млн. Я ее купил за 1,8 млн. Причем у меня более крутой этаж. И вот так вот это и работает. То есть у нас есть куча кейсов, люди покупали, продавали, за год уже даже успели многие провернуться и зарабатывают. Ну вот я прям консервативно, спокойно называю 15%. Но если считать наложенный капитал, это может быть и 50, и 70, и 100. Но от общей суммы примерный рост вот так вот прям 10-15, это прям легко. Но это в долларе. Попробуйте, сделайте такое в России. Это сложнее. Но есть люди, кого на Дуба аллергия, его эти минусы перевешивают. Пожалуйста, для вас есть Москва. Прекрасная, зеленая, идеальная, с плиточкой, с набережными. Супер. А вот основные районы Дубая. Их пять. Дубай-Марина, Пальма-Джумейра, МБР-Сити, Даунтаун и Бизнес-Бэй. Вместе они составляют больше 50% сделок. Ну вот Дубай-Марина. Быстренько пробежимся. Здесь и Джубер, это Джумейра, бич-резинец. Мы здесь компьютерный клуб открываем с друзьями премиальный. И The Beach, Blue Waters. И вот как это выглядит. Это фотки. Вот остров, на котором я жил, кстати. Ну вот здесь снимали квартиру. Миллион в месяц стоила аренда. И у нас вид вот так вот на колесо был. Это вот жилые комплексы. Мой собственник, у которого я снимал, купил квартиру, просто один из кейсов. За 4 миллиона 700, Дерхам продал за 6 800. Хотел продать за 6,3, но пока продавал, пришла куча покупателей, он продал за 6,8. Я видел вопрос там, а можно ли продать вторичку и так далее. Так вот, у него получается, он владел ей 2 года, и она подорожала на 2 миллиона. То есть это сходные цены. Это составляет условно 40%. А теперь внимание. Он для того, чтобы купить, заплатил только 30% от стоимости. У него была рассрочка на 2 года после получения ключей. То есть он вот получил ключи, и у него еще платежи были там до 23 года. Так он заплатил 30% от 400-700. Да, это условно 1,5 миллиона. А заработал сверху 2 за 2 года. То есть это получается 50% годовых. Это я грубо считаю. Он еще брокер комиссис. Вот вам один из кейсов. Причем, что у него было 3 покупателя, и он просто говорит, ну давайте за 6,5. Тот говорит, вот вам чек. Тот говорит, ну давай третьему за 6,8. Тот купил. То есть там люди мечтают жить. Там невозможно снять квартиру. Всю лет, всю зиму там просто очередь стояла за квартирами. Да, ну вот как выглядит Дубай Марина еще. Вот, кстати, проект, где я купил квартиру. Вот эта вот квартира. 19 этаж у меня с балконом. Вот, и она будет прямо на Дубай Марину смотреть. 75 метров с одной спальней и 10 метров террасы. 85 метров с одной спальней, с двумя санузлами, с финишной отделкой. Вот такой будет бассейн у нас. Вот такие балконы. В общем, красота. Рядышком строится Кавали Тауэр. Мы там много продаем. Там фишка в том, что будет искусственная лагуна, через дорогу пляж. Он не на первой линии стоит, на второй. И на 50 этаже будет большой бассейн. Ну, вот, пару сделок каждый месяц закрываем. Вот этот проект, адрес GBR. У него бассейн на 70 этаже. Вот он с видом на всю эту историю. Здесь свой пляж приватный. Вот это все рестораны и прогулочные зоны, пляжи, развлечения. Все апартаменты с отделкой. Мы за прошлым... В этом месяце, я думаю, закроем там 2-3 сделки. В прошлом месяце 3 закрыли. До этого 5-7. Но это уже готовый комплекс. То есть люди здесь покупают, чтобы сдавать в аренду. Здесь доходность 6-7%. Сразу в управляющую компанию отдаешь ключи и сразу начинаешь получать. Пальма. Так. Да. Пальма – одно из самых классных инженерно-технических произведений человеческого, наверное, в мире. Человеческой разума и силы. Это крупнейший искусственный остров в мире. И самое интересное, что у Шейха в книге написано, что из космоса видно только несколько произведений инженерно-технической мысли. Это Великую Китайскую стену и остров Пальма. Так вот, прикол в том, что я почитал, а Великую Китайскую стену из космоса не видно. Это миф. А Пальму видно. Получается, Пальма – это единственное, что видно из космоса, созданное человеком. Представляете, насколько это масштабная и крутая история. Вот парочку фоток Сокопарка с пляжей, с торговых центров. Вот это W Residence. У нас последняя сделка здесь была 450 миллионов рублей с отделкой квартиры, вот с таким видом просто на море. Вот такие... Это фотки на телефон, чтобы вы понимали. Вот такие пляжи там. Это вот новый Возьбич пляж. То есть там куча ресторанов, шикарная белая линия. Это Пальма на искусственном острове. Кто-то говорит, там воняет вода, ничего там не воняет. Это просто желание обесценить. Вот такой там построили жилой комплекс. Мы там тоже закрыли. Четыре квартиры продали по 200-250 миллионов с отделкой. Это Royal Atlantis. Супер жилой дом. Вот сейчас он заселяется. У нас там очередь стоит на тех, кто хочет там жить. Это вот новый проект Six Senses. Тоже на Пальме. Мы здесь продали за 700 миллионов пентхаус, за 250 миллионов пару квартир здесь, вот в этих корпусах. Здесь будут виллы вот такие стоять со своими пляжами и бассейнами. И да, вот это вот основная дорога. Вид на море. Вид на Дубай-Марину. Вот такой парк будет. Это Six Senses шестизвездочный отель топ-уровня, в топ-3 в мире вход. Мухаммед бен Рашид Сити – это гигантский кластер. Он находится в глубине города, в материковой части, подальше от берега. Вот как это выглядит. Это проект Dubai Hills. Там гольф-поля. И вдоль них стоят виллы, резиденции. Гольф вообще отдельно. Крутая тема. В Дубае 13 гольф-полей. Да, презентацию эту я не отправляю. Если что, вы можете посмотреть в записи. Вот, например, один из проектов. Это центр District 1, да, называется. Там 7 километров кристальной лагуны. То есть это в пустыне, построено с нуля. Вот там была пустыня. Вот так вот выглядела на рендерах. А теперь, внимание, фотки. Вот как это выглядит в жизни. Это гигантский бассейн с холодной, чистой, пресной водой. Только бортики у бассейна сделаны не так. Они сделаны, как море, пляжи. Ты, получается, заходишь и можешь там купаться, плавать на кайках, на сапах, на электроджетские. Там нельзя бензиновый транспорт использовать. Вот такие виллы. Вот такую виллу мы продали за 200 миллионов. Вот эти сейчас еще дороже стоят. Это фотки на телефон, чтобы вы понимали. Видите, вот вилла стоит. У них вот здесь вот свой пляж. И кайки, лодочки, сапы. Вот, например, общий пляж. Это вот прям виллы в поселке. Там еще будет резиденция. Вот, допустим, я сфоткал с первого этажа. Первый этаж с террасой. Какой у тебя вид, как на Мальдивах. Вот это, кстати, строится. Мейдан Ван, торговый центр. Видите, какая там территория, благоустройство. Это тоже фотка на мой телефон от Бурж-Халифа. Там до даунтауна, до центра ехать 15 минут, 10-15 минут. Но ты при этом живешь на своей вилле. Там же строится самый большой торговый центр в мире. Ну, вернее, в Дубае. Мейдан Ван. Он настолько большой, что у него свой есть пляж, свой бассейн. Ты туда можешь приплыть. Там же будут фонтаны, конечно же. И мы бы не были в Дубае, если бы с 50-ти этажного небоскреба не сделали горнолыжный спуск. И там будет горнолыжная трасса, самая большая в мире, конечно же, длина нескольких километров, с корками, с тюбингами. И там снег. Ты можешь спокойно кататься. В Дубае уже есть такие трассы, в Emirates Mall. Но это будет еще выше и еще больше в разы. Там же школы находятся. Это вот район, кстати, Шоба-Хартнелл. Это фотки с телефона, чтобы вы не думали, что я показываю вам какие-то рендеры. Это я прям просто на свой телефон фоткал. Это самая дорогая школа в Дубае. 30 тысяч долларов за старший класс. Так, в среднем 15, 10, 15, 20. И это вот то, как в пустыне можно жить. Является ли вопрос о том, что в Дубае мало зелени? Вопрос, где ты живешь. Если ты живешь в каком-нибудь affordable, дешевом кондоминиуме в пустыне, то да, ты будешь выходить, там у тебя будет песок. А если ты имеешь деньжат, то ты можешь жить хорошо. Причем квартира здесь стоит 25-30 миллионов с отделкой. Даунтаун. Это деловой финансовый центр. Там стоит Бурж-Халифа, Дубай-Опера, фонтаны. И там строится куча много скребов. Нету там малоэтажки практически. Ну вот сейчас Центральд Парк только строится. Ну и то он там в чуть-чуть другой локации, не в Даунтауне. Сент-Реджес. Мы здесь продаем каждый месяц. Ну вот в прошлом месяце, позапрошлом мы 25 квартир продали здесь. Это не Баскреб, просто один из немногих, которые остались сейчас в продаже в Даунтауне. Сюда приезжают люди, там легко сдавать в аренду, потому что там приезжают топ-менеджеры, рядом финансовый центр, рядом Даунтаун, Бурж-Халифа, куча бизнес-центров, рядом Бизнес-Бэй, вот. Но при этом там шопинг-моллы и так далее. Вот еще W-Residence там строится. Посмотрите, какая крутота. Да, мы тоже W в этом продавали. Там бассейны будут сверху. Все с отделкой стоповой. Шоба. Правильно, Шоба. Бизнес-Бэй, следующий район. Это вот фотки, кстати, на мой телефон. Тоже. Это просто, чтобы вы понимали, что сверху это может выглядеть как пустыня, но это 40 бизнес-центров уже построенных, готовых. Здесь есть немножко жилых домов старых, и поэтому здесь сейчас строится гигантский, на полуострове вот на таком гигантский квартал, который называется Пенинсула. Мы, допустим, за прошлый месяц там больше 30 квартир продали. Ну, каждый месяц мы там этажами, прямо блоками. Но там квартира стоит 20-30 миллионов. Есть, конечно, и крутые там, есть подиумные виллы вот эти, да, там будет ритейл, бассейны. Но здесь идея в том, что у тебя здесь вот 40 бизнес-центров, и это большой жилой кластер с видом на канал. Здесь своего пляжа нету, потому что это не купальная зона, это искусственный канал, он просто для декораций. Но по нему можно ходить на лодочке, по нему ходит транспорт, и при этом ты можешь на него смотреть, на воду, да, это красота. Но при этом у тебя будет 5 бассейнов своих. Вот еще один проект. Это Opus, там не яд. Заха Хадид делала. Это, кстати, тоже фотки на мой телефон, то есть это не какие-то рендеры или фотки застройщика, это я просто гуляю по городу, делаю эти фотографии. Здесь пентхаусы сейчас в продаже, здесь апартаменты. Мы вот продали 3 апарта в прошлом месяце, 4 в позапрошлом. Апарты, вот это дорогой проект, потому что он идет с отделкой и мебелью от Захи Хадид. Вот как лобби выглядит. Чтобы вы понимали, это лобби дома. Вот так вот люди получают апарты. Это шоурум. 150 миллионов здесь примерно квартиры стоит. Супер. Ну, вот там же строится СЛС, да. Вот здесь мы продали там тоже на этой неделе где-то миллионов на 100-150 мы закрыли сделок. Вот такой бассейн там сверху, террасы, рестораны, все квартиры с балконами двухуровневые. Вот здесь можно купить от 200 тысяч долларов шер, то есть это фракцию, либо за 800 тысяч долларов целиком номер и 28 дней в году жить и при этом получать 7% гарантированную доходность. 150 миллионов рублей, спрашивают. Да, в рублях я все цены называю. Payment plan. Вот средний payment plan, это мой, кстати. То есть ты при входе в сделку платишь, при броне 10 плюс 4, у тебя еще даже договора не будет, это надо понимать. Потом ты, получается, 10% еще платишь, подписываешь договор, переуступку ты можешь делать, когда 30% заплатишь. Ну а дальше ты можешь платить до сдачи и продать вот здесь, да, допустим, нет, на себя последний платеж. Либо ты полностью платишь, мебелируешь, отдаешь в управление, либо полностью платишь, выставляешь, спокойно продаешь, либо не полностью платишь, а продаешь где-то здесь. Ну, то есть тут разные стратегии существуют. Residence ID, это вот карточка. У меня такая есть, это моя, кстати. Номер не списывайте. Что можно делать? Открыть банковский счет, самое важное, да, то есть у меня есть карточка Emirates и Emiratesского банка, я могу спокойно, Apple Pay у меня есть, я везде, когда по миру путешествую, я плачу, все работает. У меня есть, у меня работает Apple Pay, ну, потому что я резидент в Дубае. Можете получить водительские права, официально надолго арендовать недвижимость, получать образование, проходить через SmartGate и без ограничений находиться в стране, хоть 5 лет живите там. Также можно получить это резидентство. Всего на 200 тысяч долларов ты покупаешь готовую недвижку, либо новостройку, которая сдастся скоро, либо ждешь просто, когда сдаться, а с сентября новые правила вступают в визы, и можно будет получать резидентство даже на новостройку. То есть новостройку покупаешь, но в плане получаешь резиденцию ID и становишься резидентом Emirates. Я жду в сентябре, когда введут эти новые визовые правила, снова линится поток людей со всего мира, чтобы стать резидентами одного из лучших мегаполисов мира. Ну, можно резидентство получить и через рабочую визу, и через инвесторскую визу, и через бизнес-визу, и через спонсорскую визу, и через визу талантов. То есть куча вариантов, но купить недвижку и получать доход очень простая, крутая штука, как стать полноценным участником одного из лучших мегаполисов мира. Ну и я заканчиваю. The world impossible doesn't exist in the UA approach and work system. Слово «невозможно» не существует в подходе и системе работы Emirates. Это слово шейха Мухаммеда, и только что мы с вами за этот час ровно успели изучить Дубай, разобраться в том, какие там существуют нюансы и детали. Это все. Пробегусь по вопросам. Вот Сергей Санников спрашивает, есть ли ипотека? Давайте пересмотреть вебинар. Ну, просто только что я про это рассказывал, объяснял. Для нерезидентов ипотеки нет. Как проходят дистанционные сделки? Можно ли оплатить деньги с России? Деньги по искро уходят, Эмираты входят в дружественные нам страны. Вы можете прям со счета доллар отправить, миллион, два миллиона долларов без ограничений, отправить на покупку недвижимости в Дубай. Это еще одна причина, почему многие наши покупатели туда ринулись, потому что ты можешь либо в Турцию, либо в Дубай вывести долларовые деньги со своих счетов и нет никаких ограничений. Главное, чтобы банк был не санкционный. Это первое. Второе, если у вас есть деньги наличные или они лежат в санкционном банке, есть альтернативные специальные сервисные компании, которые помогают провести платеж. Стоит это примерно полтора процента. То есть полтора процента платишь, и у тебя платеж уходит на застройщика, все окей. Просто, ну, там есть определенные операции. Поэтому, ну, мы продали в прошлом месяце на 6 миллиардов, позапрошлом на 8 миллиардов. То есть с этим нет проблем. Если у вас есть клиенты, фиксируйте его, передавайте нам. У нас 50 брокеров в Дубае работают. Они возьмут клиента, сами все проконсультируют. Не вздумайте сами пытаться консультировать и продавать. Наша задача этого вебинара не для того, чтобы вы стали консультантами по Дубаю и делали за нас нашу работу. А чтобы вы могли поддержать разговор, ответить на основные вопросы, понимать примерно, что там происходит, какие доходности можно сделать. Я вам пару кейсов привел, последний. И после этого вы можете спокойно предлагать Дубай для ваших покупателей. Передавать нам. Мы закрываем сделку. У нас комиссия в среднем 3%, 4% и мы вам отдаем половину, сколько мы договорились, 30, 40, 50, в зависимости от проекта. Вы получаете бонусы. Ну там N-Market вам сам уже пропишет, по какому застройщику, какие ставки. Вас даже это не должно особо волновать. Просто знайте, что там будет все норм. То есть нормальные достойные комиссии на уровне Москвы и даже выше. И хорошие, приятные чеки. Вход в рынок примерно от 15-20 миллионов рублей. Но учитывая то, что можно взять рассрочку, то можно входить и на 6, на 8. Но надо, чтобы человек понимал, что у него должны быть деньги обслуживать рассрочку, потому что иногда переуступка может продаваться 3-5 месяцев, 7 месяцев. То есть если он особенно ее дорого поставил, а у застройщика еще большой свой сток, объем, и он платит больше, чем у этот физик, то, конечно, бывает проще продать от застройщика, чем с его переуступкой возиться. Но у нас есть отдельный департамент. Это 4 брокера, которые занимаются только переуступками. То есть они берут эти лоты, экспонируют их на Property Finder, на Dublizel, набают, получают звонки и продают только переуступки наших клиентов. Они не получают внешних входящих налогов клиентов. Какой налог с продажей переуступки? Никакой налог клиент не платит, платят покупать их 4% за каждое регистрационное действие. Комиссия в среднем 3%. Где выгоднее клиентов передавать? Через вас или через InMarket? У нас InMarket прямое соглашение, и он практически себе ничего не забирает. Мы им даем повышенную ставку, поэтому вам, конечно же, круче работать через InMarket. Мы для этого и делаем этот вебинар. Не для того, чтобы вы к нам сразу напрямую пошли, а чтобы вы пользовались платформой и могли знать, что InMarket выступает гарантом того, что все будет хорошо. Рассрочка, сколько в месяц получается после оплаты 30%? Ну так от стоимости квартиры зависит. То есть вы платите 10% раз в полгода. Вот посчитайте, если у вас квартира стоит условно миллион долларов, то вы должны будете заплатить 100 тысяч долларов раз в 3 месяца, раз в полгода. Ну вот такие, там есть платежи по 4%, по 5%, есть по 10%, есть по 15%. Все зависит от самого проекта. Презентацию на почту мы вам, конечно, не вышли. Это техническая презентация моя. Вот, у нас есть запись вебинара, вы можете скидывать его клиентам на YouTube. Найдите лекцию про Дубай, просто моя. Там, где все рассказывается. Вот это то же самое, только она еще более длинная, 2 часа она идет с кучей дополнительных деталей про медицину, про образование. Вот. Для покупки никакой счет открывать не надо. для продажи тоже можно не открывать. Все, давайте на этом закончим. Спасибо всем за внимание, чтобы дальше двинуться в пятницу. Всем продуктивного рабочего дня. Спасибо, что были с нами. Основные материалы каталоги будут в инмаркете. Bye-bye. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok